Здравствуйте, друзья! Меня зовут Илона. Я таки решила продолжить снимать прохождение Baldur Gate. Не значит, что я решила свой канал сделать геймерским. Нет, 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 мои постоянные зрители, подписчики, не волнуйтесь, будут еще вполне мои нормальные обычные видео. Это так, это просто один будет маленький кусочек, один маленький плейлист с игрой. Почему я решила проходить? Проходить я буду на сложности Доблесть. Почему Доблесть? У меня сестра, она играет, у нее геймерский канал, и там такие всякие ей поменты пихают и все такое, что как бы на Доблести никто не проходит честно, все проходят с читерными сохранками. То есть делают сохранку, которая идет не в облако, которая идет на диск, и этот диск схоронят в темном уголке до поры до времени. И когда это время придет, то есть когда героев уже вот-вот побьют, и все, и будет гейм овер, не дожидаясь этого, не дожидаясь этого, игру останавливают, берут сохранку с диска и продолжают как ни в чем не бывало. Но я считаю, что это глупость полная, это же игра, это же не какое-то там задание жизненное, это не работа, это игра, это просто удовольствие, приятное времяпровождение, приятное ничего не делание. Зачем? Есть сложность тактика, где сложности игры та же, но без того, что если ты погибнешь, ты должен откатываться с самое начало, в самое-в самое, начинать прямо вот с нуля. А если уже берешься за Доблесть, ну так это же сам для себя, это же супер, это же пройти. Я уже проходила. Вообще давайте начнем. Вот, вот, вот она, Доблесть, вот, вот она, Доблесть. И давайте начнем. Итак, я уже проходила на Доблести, поэтому вы увидите, у меня уже такие будут золотые кубики. Это все понятно, но вот послушав всякие такие комменты, интересные и не очень, и еще коммент от меня сестра сегодня сказала, сказали, что, ну, игра в стиле стратегия, а эта игра в стиле стратегия, это вообще не для женщин, ну, типа, ума не хватает. Ну, не то, чтобы меня это задело, я решила кому-то что-то доказать, что-то там опровергнуть. Нет, мне захотелось еще раз поиграть, еще раз полностью пройти эту игру от начала до конца. Да, как я уже сказала, у меня больше тысячи игровых часов в этой игре, и все равно я не могу сказать, что я видела все, что я испробовала все, что я знаю все досконально. Нет, игра настолько разнообразна, настолько много сюрпризов, что порохи просто поражаешься, восхищаешься, как вот эта фантазия у разработчиков работала, как вообще вот это все можно создать. Великолепная игра. Давайте посмотрим это начало. Это идет катсцена, где злобный, вредный летит, который питается мозгами, вживляет в глаза пленника, в личинки. А потом эти пленники, по идее, должны превратиться в самого этого элитида, который со щупальцами это элитит. Вот он, вот он злодей. Ну а они хотят захватить весь мир, чтобы все стали такими, как они, и подчинялись, и рабски служили. А это нам, это в нас вживляют личинку. А-а-а! Оп! Сейчас будем выбирать, а кто же мы такие? Мы вообще еще не знаем, кто мы такие. Хуаю! Так, ну они, конечно же, знают, что я тут уже не впервые, поэтому обучение я не буду возобновлять, не возобновлять. Итак, давайте выберем персонажа. Я, очевидно, поставлю на ускоренную, потому что я буду монтировать. И посмотрим, кого я выберу. Вначале я хотела персонажа с историей взять. Ну я, собственно, уже за всех за них играла. Но нет, мы возьмем другого персонажа. А именно, расу. Мы возьмем детьянки. Не всем нравятся детьянки, но я обожаю этих воителей. Итак, друзья мои, давайте я сделаю персонажа, а потом я вам покажу, расскажу, и мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, я выбрала детьянки. Детьянки Барт, это, конечно, супер, на мой взгляд. Дело в том, что точно такой же персонаж был в моем самом-самом первом прохождении. Он мне очень нравился. Конечно, первое прохождение, когда еще ничего не знаю, что и как, это не совсем все правильно получалось. Но, тем не менее, моя Эльза мне очень понравилась. Давайте посмотрим, что тут делает и летит, куда он летит, этот и летит. А летит он за новыми жертвами, которые собирают свой наутилоид. Это просто кино, я тут ни на что не влияю. Моя Эльза сидит в капсуле и пытается как-то выбраться. Вообще, Барт, это мой любимый класс. Очень много возможностей у него. И тут за ними летят детьянки на своих красных драконов. Это исконные враги. Детьянки когда-то были порабощены элитидами. И теперь вырвавшись из рабства всячески с ними борются. Потом в процессе прихождения мы узнаем их историю. Но сейчас, особенно когда первый раз только входишь в игру, это все такое классное, все такое захватывающее, такое, что глаз оторвать невозможно. Хотя, это я видела уже ну раз десять, это точно. Несутся через разные миры. Детьянки через порталы следуют за наутилоидом. Детьянки это раса воинов, воителей, которые живут не в этом мире, они живут в астральном мире, где время не движется. сюда попадают только иногда. Вот это тоже детьянки. Мы с ней еще встретимся. Некоторые игроки говорят, что и детьянки страшные, прям даже неприятно играть, но я тут совершенно не согласна. Ну, конечно, образцом красоты их не назовешь, но они не лишены шарма, не лишены своеобразности, и на мой взгляд, они очень колоритны. все горит. Гракона таки сожгли. Этот наутилоид, во всяком случае, подожгли. Вот это тоже детьянки, потом мы узнаем, как ее зовут. Это воительница, вот это уже точно не бард, это уже воительница. Самого рождения. Вот бедные его целуют. Летит через ад, или как тут называют, Аверна. Летит через Аверна. Его преследуют, кроме детьянки, еще и целые тучи демонов. Ох, стадо-то какое. А вот это мы. Это наша Эльзочка. Врушение наутилоида, все что-то раскрылось, к счастью. Вылезает к нашей бардессе. Ничего не понимает, что, где, что происходит. Ну, и надо бежать. Наконец-то я свободна, мне нужно найти сородичей. Ну да, надо. Задание у нас сбежать с наутилоида. Почему я взяла барда? Потому что у барда, мы тут увидим, вот у барда, очень хорошая харизма. Харизма нам поможет. Наше обаяние, наша харизма всегда нас выручает. Во всех диалогах, во всех, не во всех, но во многих и обманах, и ловкостью у него, кстати, неплохая. Приходить можно не только с боем, но и хорошо подвешенным языком. А у барда, он хорошо подвешен. в чем мы должны убедиться. у нас оружия никакого, у нас только одноручный арбалет, из одежки у нас простая куртка, что является легкой броней, и какие-то невнятные сапожки. Это все, это наша нижняя одежда, вот мы так выглядим домашним, так сказать. И что у нас? Только два зелья лечения, свиток возрождения, если какой-то товарищ наш погибнет, мы сможем его возродить, и сумка с припасами, где у нас совсем всего мало, и нам надо сбежать с этого наутилоида. Друзья мои, проходя за доблесть, это еще лут, то есть надо собирать все, что можно, все, что плохо лежит, и неплохо тоже, и летит, помер. У него там аметистик, мы его заберем. Я постараюсь, может быть, побыстрее, конечно, это все, потому что не всем интересно, особенно тем, кто знает в чем дело, тут не всем интересно смотреть, как я тут испыкаюсь, или лутаюсь, ну вот сундучок надо взять обязательно, там за лечение, нам бы какое-нибудь оружие, это лечилка, она нам не очень-то пока нужна, мы целеньким, а что, зачем? Время, вот, пошлите, как-нибудь выйдем, и побежим, так, записки лети, дойди сюда, Эльза, записки лети, да, можем прочесть, теперь она все знает про историю, не все знает, но кое-что уже начинает знать про историю этого мира, этот мир, вместе с ней и мы что-нибудь мы забираем, потому что мы можем все это продать, так, а вот какие-то тут подъемные механизмы, давайте поднимемся, и лежит там какой-то бедолага, но ему уже ничем помочь не нужно, ему уже никто не поможет, поговорим, потому что эти элитиды со щупальцами, они питаются исключительно мозгами, ну и, наверное, этого бедолагу как-то начали вскрывать и спасешь нас, да, освободишь нас из этой темницы, кто-то говорит, мозг ашпадрадивает в возбужденном ожидании, это мозг говорит, это говорит мозг, ты понимаешь, что говоришь с пожирателем интеллекта, прислужником, похитивших тебя с выживателей разума, скорее, пока они не вернулись, они вернутся, можно выбрось, так, ну мы скажем, как детьянки, вообще-то нет, 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 детьянки его уничтожат, но у нас Эльзочка добрая девочка, хоть и детьянки, что именно ты хочешь от меня, извлеки нас из этого тела, освободи нас из этого плена, пожалуйста, мы не столько добрые, но я-то знаю, что потом нам этот мозг пригодится, поэтому мы не будем его убивать, во всяком случае постараемся, тут не факт, что получится, силы у нашей Эльзы никакой, минус один, поэтому расколоть череп мы не сможем, ловкость, вот ловкость у нас есть, попробуем, детьянки уничтожить, нет, 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 ты, конечно, детьянки, Эльза, но ты такая не совсем, ты такая, что называется в семье не без урода, то, что ты бард, и уже это как-то нетипично для детьянки, поэтому мы возьмем ловкость, вот наш золотой кубик, и посмотрим, Эльза, нет, Эльза, нет, вот, а вот это вот доблесть, это когда у нас неудача, и мы ничего не можем сделать, мы не можем переиграть, как жаль, как жаль, ну, как есть, так есть, переиграть мы не сможем, мы таскаем этот мозг, но он нам не поддается, какая гадость, фу, Эльза, вы три руки, мозг не поддается, ну, мы не, но тут два варианта, или уничтожить, или уйти, давай уйдем, может быть, он нам еще где-то пригодит, встретиться, потому что если бы мы его вытащили удачно, он бы нам встретился еще в конце, в конце фильма, как говорится, и сейчас бы он нам помог, но мы его не вытащили, давай, поехали вниз, вот, тем хороша доблесть, что все как в реальной жизни, если мозг не удалось извлечь, то значит не удалось, так, давай, ну давай, пошли, смотри, что там, смотри, что там, ну, какой там ужас, мы летим через Аверна, через Ад, везде огонь, драконы, детьян, ты на драконах, ага, вот он, твой сородич, твоя, вернее, воительница, ух, повещать тебе конец, и тут, ты чувствуешь пульсацию в висках, по коже пробегают мурашки, перед твоим взором проносятся образы, крыло дракона, серебряный меч и твое собственное лицо глазами гидской воительницы, голова раскалывается, что это за, ммм, ты не рабыня, хвала в лакит, вместе мы спасемся, то есть они понимают, что у них в головах личинки, и они вот-вот могут стать этими самыми элитидами, их уже почти поработили, но тут Лайзель понимает, что все-таки не поработили. Ну, мы можем спросить, а с чего ты решила, что я рабыня? Тебе совсем память отшибла, если мы не сбежим отсюда, если не очистимся, наши тела и разумы искажятся и трансформируются. В считанные дни мы сами станем хайками элитидами, хайк, элитидами, по-детьянски это и летит. Мы превращаемся в мозгоедов? Она такая наивная наша эльзочка, она... Конечно, она детьянки, но все равно такая наивная. Ничего не скажешь про лызель. Мы превращаемся в мозгоедов, но можно же ведь с этим что-то сделать. Ничего нельзя сделать, пока мы не сбежим отсюда. И думать сейчас нужно только об этом. Сначала мы перебьем бесов, потом проникнем в рубку и перехватим управление кораблем. О том, как избавиться от этой заразы, будем думать уже на материальном плане. Там бесы чего-то жрут, трупы поедают. И боевые ключи сьянки. Так, ну что, эльзочка, у нас только кулачок, потому что у нас нету пока никаких, никакого другого оружия. Но у нас есть вот диссонирующий шепот. Давай, весу, пошепчи. может там. Ну, что-то мы тут не сильно, ну ладно, могло бы быть лучше. Окей. Ну, а ты, боэндицьян, ты же можешь вообще-то подсдариться по этому бесу. Молодец. Кстати, у нас набираются очки опыта, они нам очень-очень нужно, очень-очень нужно. ну еще ты можешь пока нет. не хватает движения. Ну, а сейчас бесы там полетят. Полетят. У них еще и дальняя атака есть. Так, Эльзечка. Давай еще пошепчи. молодец. Как ты тут не шептала. Молодец. Что мы будем? Давай. Давай год. Без привыканий. Ну, и еще дополнительные ошеломляющие удары. Оп. Молодцы. Молодцы, девочки. Девочки, молодцы. на удивление неплохо показалось себя в бою. Ну, а теперь крупки. там перевод иногда бывает. Так, у нас вот еще большая зима скорости. Обыстревать надо обязательно, обязательно. Добра много в крупах. Вот украф. тысячу, тысячу, подвес. Берем все подряд. Но все пригодится. Золото тем более пригодится. без. Давай восстановимся немножко. Тоже не лишнее. посмотрим, что у нас тут. Лоизель, у тебя длинный меч и лук. Но Лоизель, легкий арбалет будет лучше, да? Легкий арбалет два, девять и восемь. Да, ладно, сейчас посмотрим. Так, у Эльзы одноручный арбалет, легкий арбалет. Одноручный арбалет хорошее оружие, но только если во второй руке тоже есть. А так, пока мы вот давай этот, немножко больше бьет. А что мы сюда? Топорик можно, стимитар, нет умения стимитару, ну давай хотя бы топорик возьмем лучше, чем ничего. Так, Дейзелька, давай-ка мы посмотрим. Да, лук точно хуже, легкий одноручный точно хуже, но одноручный мы прибережем, не будем разбрасывать ценным оружием. Ну и пошлите себе дальше, пошлите себе дальше. Так, там еще проблемы кстати, корабль не выдержит еще одной атаки, надо уходить. Подожди-ка, ты нашла вот рапиру, рапиру-то определенно лучше какого-то топорика, вот это уже вперед, 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 девочки, вперед, вот, рап, хватай, что у него в кармане свалялось за величину. так, помнишь, рапирус, охранка прошла, бесполезная. Так, здесь можно просто тихонечко просочиться и все, но нам нужны очки опыта, поэтому мы будем бить этих принесенных в жертву сектантов. Я уже знаю, на что тут нажать надо. Можно выбирать тут по-разному. Их или убивают, или же вот они пробуждаются, все злобные. Нам нужны очки опыта, поэтому мы будем их убивать. Они, мало того, что они сами по себе вредны, эти сектанты, так они еще вообще обалдевшие полностью. Солоку с них никакого. Солоку давай. Ой, не толкай, я неправильно. Ой, дура-то, Элона. Ой, дура-то, Элона. Неправильно прицелилась. Ну да. А, они-то прицелились правильно. Давай. Давай. Кто-нибудь шепчет. Ну. Давай. Молодец. 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 Мы их тоже сейчас быстренько облукаем. Кто-то там кричит, кричит, и кто-то там бьется. Кто-то там бьется в очередной капсуле элитсида. Ну мы так, это мы потом. Так, ну что делать-то? Давайте посмотрим, кто там криком кричит. Ты вытащи меня из этой хреновины. Какая-то девушка кричит. Не теряй времени с истиком. Мы должны идти. Истики это кто угодно, кроме детянки. Для детянки все остальные это истики. Ну, Лоизель, девушка суровая, на год надо идти. Мы-то добрые. Нет, мы пойдем осмотримся. Должен же быть какой-то способ открыть эту щелку. Попробуй вон то устройство рядом с капсулой. Они что-то делали с ним, когда запечатывали меня здесь. Коропись, пожалуйста. Так, мы должны осмотреть вот это устройство. Ну давай прикоснемся. Считаю, что ничего плохого не случится. Консоль не проявляет признаков жизни за осуществием лучшего слова. Посмотреть консоль, нет ли на ней какого-нибудь рычага или кнопки. Сперва вид не механизма на консоли не говорит себе ровным счетом ничего. Но затем ты замечаешь, что в ней что-то есть. Какой-то пас. Что за пас? Ударим, давай ударим. Ну да, ну да. Так ножкой поковырять никакого эффекта. Консоль по-прежнему не проявляет признаков жизни. Но нам же надо спасти эту девушку. Здесь не хватает какой-то какой-то детали. Пошли искать какую-то деталь. возвращал. Ух, дашь это такой наглый мозг. Вот у нас был бы такой же мозг с нами если бы мы спасли его, но мы его не спасли. Какой-то ключик есть, какой-то ключик. Так что тут тоже и летит. Давайте посмотрим. Ну кто знает, тот знает, но кто не знает. Капсели заперта женщина с пустым взглядом. Она не замечает тебя. Она уже не совсем человек. Ну и что? Ну да. Она ничего не замечает. Что мы тут можем сделать? Для этой женщины вряд ли мы что-то можем сделать, но можем прикоснуться. Какая-то вот штука очень похожая есть на ту, которую мы видели раньше. попробуем прикоснуться. Ты кладешь руку на капсулу и что-то слышишь? Подключение к капсуле сознания приказывает тому, кто внутри изменится. С помощью этого червяка в голове мы что-то там смотрим, понимаем, что-то слышим. Мы смотрим на эту капсулу и она начинает меняться. Вот такая же судьба ожидает всех зараженных этими личинками. Нам надо как-то избежать этой судьбы. И вот он новорожденный. Хайк. Трансформация по поводу рычага. Как? А ведь если нас не очистит, такой будет и наша судьба. Да, да, поэтому нам надо как-то очиститься. Что за кучок с ведом лечения. Так, что мертвая рабыня? И у нее какая-то руна. Пошли посмотрим пригодится ли нам эта руна. Так, ну что, ну да, страшно прикасаться. Вдруг эта девушка тоже вылетит и превратится. Но мы попробуем. консоль не проявляет признаков жизни. ставим руну в паз. Консоль оживает и принимается вибрировать. Но каково ее назначение? Освободит ли она пленницу или превратит ее в чудовище? Ну, с маги у нас не очень-то. Ну, давай прикоснемся, ну. Внезапно ты чувствуешь, как что-то мерзкое шевелится у тебя в голове. Это паразит. Мерзкое чувство быстро сменяется новым ощущением связи власти. Приказать в капсуле открыться. Эйзычка, надеюсь, ну да, 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 мы как-то. Ты чувствуешь, как биомеханический мозг консоли обрабатывает твой приказ и подчиняется. Твой разум на миг словно содрогается. Ты чувствуешь насыщение. Мы освободили эту пленницу. Yes. Так, ну, ну, наконец-то, я уже думала, мне конец. Давайте поговорим и вызвать Шедо Харт. Думала, я уже помру в этой треклятой штуке. Сенч, первым погружаешься в ее мысли. Она благодарна тебе, но держится настороже, не доверяя детьянке. Она видит, что перед ней детьянке. Ты же детьянке, зачем ты помогла мне? Ну, мы тут можем, конечно, так сказать очень по-доброму, а может сказать ты можешь пригодиться мне, чтобы сбежать с этого корабля, плечешь на себя противников, например. Детьянке так бы и сказали, но мы же детьянке, хоть и пардеса, но так и скажем, да, детьянке, они эгоистичны. Вполне в духе того, что рассказывают о вашем времени. Ну, я благодарна за освобождение, но это не значит, что теперь я твоя пешка. И все же, тебе помощь сейчас пригодится не меньше, чем мне. Так что, давай попробуем сбежать с этого корабля вместе. Да, что такие, как ты, могут знать о моем народе? Ну, не будем уже высокомерными. Нет эльфийка, никаких вместе идти своей дорогой. Нет, ну, шедухард нам нужна. Тогда пошли со мной. А у нее там что-то есть. Что-то какая-то штучка интересная. Что это такое? Что это там у тебя? Ничего особенного, поверь. Не говорит. Довольно пустой был там, в ней нам нужно на мостик прямо сейчас. Накрава. Веди. Так, 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 прежде чем нам на мостик, мы тут посмотрим всякие эти хорошенькие кучки. Вот, мы же там ключик нашли, вот, подпелись сундучок. Элицетская рука пиздаш давай возьмем. Ну, разум мы не будем брать. Кажелем давайте остановимся. Так, отсюда мы пришли. Нет, 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 где, 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 вот, там. подождите, друзья мои, я что-то забыла. Давайте сюда. У нас теперь новый спутник. этот спутник тоже нуждается в оружии. Во всяком случае, так, подожди-ка, шедуха. Мы должны дать одноручный арбалет, она не умеет, а вот короткий рук, да. арбалет. И что главное, мы должны поставить Она жрец, у нее есть магия, мы должны поставить вот этот приказ. То есть, мы уберем, например, вот это мы наберем и поставим приказ. Потом увидим, понадобится нам или нет. я надеюсь, что понадобится, надеюсь, что пригодится. Ну, теперь бежали дальше. Можем еще на всякий случай, хотя это бесполезно, у нас уже все есть, мы уже полностью. Рубка уже близко, войдем внутрь, делай все, как я скажу. Какой стать это тут командуешь, я сама себе хозяйка, не любит она детьянка. А детьянки, ну, как сказать, не то, чтобы они всех не любили, но суровые существа, суровые жители этого мира. А тут что делается? Эльза смотрит большими глазами, тут дьяволы проникли на корабль и вот как он мозг поедает. И дьяволы борются с элитидами. Дьяволы, демоны. Корабль тут резаверный летел. А нам надо проникнуть механизм управления. Рабыня, соединение нервопередатчика. Нам нужно уходить немедленно. Делай, что сказано, с Гайком разберемся, когда улетим отсюда. Он-то думает, что мы подчиняемся, а мы-то не подчиняемся. и поэтому на текущий момент вот этот поганый Гайк, то бишь и летит, как бы наш союзник, то есть пока он нас бить не будет. Но у нас тут хватает всяких разных безобразных. Так, давай, стреляй, Лейзель, стреляй в мелкого адского кабана. Кромок. Лейзель, я себя не узнаю. Ну, давай, хотя бы так. Не надо не только их побить. Ну, нам надо еще избежать, еще каких-то очков опыта понабирать. А если мы так будем, то... Так. Ну, что ты тут скажешь? Ну, давай, попробуй, стреляй вот хотя бы младшего беса. О, молодец, молодец. И бежим. Давай заодно набираем лута. Чем больше, тем лучше. Ничего нету по пожирателям телег? Тоже ничего нету? Послушайте, ребята, так неинтересно. Да, бежать не можно. А, окей. Да! Акабан, то, гого! Так, давай, девушка, стреляй по нашу, давай, не вздумай промазать. А то тут наше прохождение кончится раньше, чем мы с этого корабля сбежим. Это будет самое быстрое прохождение мое доблесть. Так, так рано меня еще никогда не били. И хотя доблести я начинала раз десять предыдущую в игру. Но, так, давай-то в конце концов Луизельта. Ты кабан тут осталась вообще можно сказать ничего. Так, там, ничего нету, это я знаю, давай, убеги сюда. что-нибудь соберешь. Нам надо, чтобы этот элитит притержался как можно дольше. Если элитит убьют, то вот этот бес вызывается командир жалко. Он на нас бросится только так. Так, давай-ка мы выпьем. Уфелье лечения Эльзычка чуть-чуть не как-то вообще никакие. Кто у нас тут? Итак, что у нас тут? Так, где мы? Иги, мы уже не доходим. Давай, стреляй в этот вес. Молодец! Молодец! Сейчас покажу. Так, девушка, ты иди сюда. Что мне от тебя надо? Мне надо, чтобы вот этот жалко, выронил свой прекрасный меч. Не факт. Есть у нас всего лишь два. Два раза она сможет приказать ему выронить оружие. Подожди, давай мы пока не будем. Ну, пока не будем, потому что давай побежим поближе, поближе, чтобы потом сразу и поднять можно было, ежели что. надеюсь, не прикончили. Если жалко бьет и летит и будет все очень плохо. Так? Давай хоть собери лут какой-нибудь что ли, все пригодится в хозяйстве. Давай бес вот, давай и летит, давай, уже не доходишь не будем особо дальше. мы уже приближаемся. Спеши, пока они не нанесли удар. приближаемся к механизму, который нам нужен. Подожди, мы как-то мимо подскочили, отчетали. Может, нам пригодится нам всю хозяйство подойти. А вон опять злодеи хотят нас уничтожить. Давай, убей, это жалко. Ой, блядь. Куда тут можно подавить? Че, уже не можешь? Строю не можешь. Я так нуден уже не удастся. Ну вот, теперь давай, прикажи ему бросить оружие. Оружие очень хорошее, вот приказ бросит. Не факт, что получится. Ну пробуй, давай, пробуй. Ой, не бросил. Плохо. Давай, стреляй других Человеса. Кто не убила единичка, скажем, что нету. Ну, что, побежим? Ну, пошли собирать клубни, пригодится. Кто, уже все, нету действия. этот еле дышит. так, давай, замладшим, весом, дает пробу и ну плохо если мы сбросить о оружие потеряно ура хватает клинок если мы сейчас побежим мы получим спину нас могут убить ну а что делать провоцирует неочередную атаку а жалко сильный прибьет нашу шедух артный загрош 1 и зель и зелье лечения ну что у беса лучше или мелкого адского кабана давай кабана он какой-то опасный убила нет все это все что ли ты зелье ты даешь так давай кушать чуть чуть-чуть кабанута ну вот другое дело завод и он точно ничего нет нашего веса топорик это тоже день и летит чтобы нам не получить спину мы применим отступление при отступлении мы кабане ничего нет убить его не взяли ну ладно господи как бедную лазель то бьют ой ой и летит держись иначе нам будет плохо а это бегут уже другие бесы нам вот за 10 ходов надо убежать отсюда иначе на утилоид разобьется но мы-то убежим лишь бы нам тут не погибли 10 ходов то хватает так подожди ну мы что-то должны еще ладно клубни мы не не побежим давай-ка сбей все врагов побили и лети до обобрали не отвлекаться из при главная передатчик так давай-ка так все что мы тут что мы тут можем еще обобрать ладно все давай эльзочка беги передатчик мы успели это передатчик рубки ты успела во время ну какой красный страсти то какие Мутилоид это тоже живое существо, его тоже жалко, но тут Судьба наутилоида мало кого-то волнует, и эта игра не про него. Он тут как третьестепенные детали. Вот он через порталы мчится и прилетел в этот мир, в котором мы будем ходить и искать приключения себе. И злодеи тоже. Гоблины, гоблины, гоблины побежали целой старой. И Тиду тоже плохо, но нам его не жалко. Что-то нас задержало, не дало разбиться. Ну вот наша Эльзочка очнулась. Ну вот, например, человек, не человек, кто угодно, живое существо так раз и вроде не погибло. Что он будет делать в первый момент? Ну я бы, конечно, проверила, нет ли у тебя ранений и ссадин, потому что, ну, остальное это... Если не считать паразита, с тобой все в относительном порядке. Просто чудо, учитывая все, что было до этого. Да, мы как бы в порядке, более-менее. Личинка это смертный приговор, и часики тикают, нужно найти исцеление. Ну вот, наша Эльза стоит на берегу, среди обломков нутилоида. И на этом я первую серию заканчиваю, друзья мои. Буду продолжать дальше. Не знаю, кто-то будет смотреть, не будет, но мне самой интересно. Мне интересно это все записать. Я, по-моему, уже сказала или не сказала, что почему я записываю, у меня новый компьютер. И я имею возможность это все записывать. Если бы не это, ну, возможности не было бы, и я бы такие видео не делала. А пока я с вами попрощаюсь, всего вам самого доброго. Мы с Эльзы будем ждать второй серии. И я уверена, что я ее запишу. А сейчас до свидания. До следующего раза. Продолжение следует...